После проверки, если все действительно будет хорошо и данное оружие не зарегистрировано, вы получите денежное поощрение в размере 2 тысяч рублей. Вроде пустячок, а приятно. 3 тысячи за старенький ишь очень даже неплохо. Главное, законно. На самом деле, если ружьем никто уже давно не пользуется, гвозди им забивать, что ли? Мы разбирались на даче, то есть вообще там сарай есть, и давно его никто не использовал, не ходили, грубо говоря, бесхозные практически. Решили разобраться и среди кучи вещей нашли вот это вот ружье. Причем спросил у всех родственников, то есть никто не знает откуда. Дача вообще принадлежит дедушке. Дедушка у нас старенький, 86 лет. Я его спросила тоже про оружие, но, конечно же, он уже ничего не помнит. Для таких вот забывашек в Росгвардии есть свой преискурант. Пистолет и револьвер. 5 тысяч рублей. Винтовка 7. За автомат, пулемет или гранатомет вам полагается 10 тысяч. Вы не поверите, но в списке есть даже переносной зенитно-ракетный комплекс. По табелю его у вас примут за 15 тысяч рублей. Так что, если у кого на участке завалялся, милости просим, говорят в Росгвардии. Главное, что нужно понимать. РОВД это не магазин. Деньги за бесхозное оружие это стимулирующее поощрение, а не цена. За 2020 год было сдано 17 единиц губкоствойного оружия, а также один револьвер. Примерно порядка двух с половиной тысяч боеприпасов. Выдача денежной компенсации, то бишь денежного поощрения, составила более 100 тысяч рублей. Если вы нашли и у вас хранится незаконно незарегистрированное оружие, было бы очень замечательно. И если бы вы принесли и сдали его, тем самым мы улучшим криминогенную обстановку, которая у нас существует в области. И при этом вы еще получите денежные поощрения в определенном размере. Конечно, сразу возникает вопрос, а как там у них за рубежом? Да так же. Есть и свои курьезы, как, например, в этом случае по спецпрограмме изъятия незаконного оружия. В США американец принес целый ворох самопалов, скорее всего, собранных им же самим. Одни только надписи на русском чего стоят. А ну, чики-брики и в дамки или чесноков машиностроительный завод. Ну, а чего? Предприимчиво выручил 400 долларов. У нас бы получил, наверное, срок за изготовление. Бесхозные же винтовки по-прежнему в законе. Но делать из этого бизнес удовольствие не из приятных. Максим Васильев при содействии Пресс-службы управления Росгвардии Паризанской области.